более 33 месяцев россия воюет с украиной сегодня мы рассмотрим ситуацию в стране я юлиан рёбки вы смотрите военный обзор и мы начинаем с уникальных кадров из курской области в которой продолжаются боевые действия на этот раз прямо из города курска то есть из столицы этого российского региона вчера вечером мы здесь стали свидетелями первой украинской атаки на авиабазу в россии а именно на старый аэропорт курска который до 2021 года использовался в гражданских целях вчера вечером мы увидели первую украинскую атаку на авиабазу в россии на старый аэропорт курска который до 2021 года был гражданским потому что они показывают нам что россия снова распространила немало пропаганды, но в данном случае правда заключается в, по крайней мере, неофициальной украинской версии. Поскольку украинские власти такие нападения не комментируют, здесь даже было несколько точных ударов. Здесь мы видим ракету, которая вначале поднимается здесь с левой стороны. Теперь мы видим, как она взлетает в воздух и исчезает в небе. Это была зенитная ракета, запущенная с аэропорта Курска. Мы знаем, что здесь была установлена установка С-400. Это подтвердили как российские военные блогеры, так и украинцы. Россияне, однако, утверждают, что с помощью этой системы С-400 Триумф, то есть очень современной системы, которая у России есть, и которая находится на вооружении с 2007 года, они якобы уничтожили 7 из 8 атакующих ракет от АКМС. Сейчас мы видим реальную картину. Вот здесь мы можем увидеть ракету, взлетевшую в воздух, а затем мы видим там первые удары ракет прямо рядом с целью. Постараюсь отметить это, чтобы мы могли видеть еще лучше. Мы видим эти две линии, поднимающиеся в воздух. Это две ракеты, которые только что были запущены. Первая не попала на видео, а вторая уже да. Но мы видим по этим следам от выхлопа, что там было выпущено две ракеты. И мы видим, что именно там, где произошел этот запуск с российской стороны по аэропорту сейчас эти взрывы здесь. На земле можно видеть. И это является как раз одной из ракет от АКМС, которая обладает общим количеством в 300 взрывающихся элементов. Это как маленькие ручные гранаты, которые теперь падают на эту установку С-400. Это значит, мы видим реальность такова, что русские первыми открыли огонь. Минимум две ракеты были запущены над Курском в небо. Но сразу после этого мы наблюдаем попадание прямо на этом месте. Это значит, крайне маловероятно, что русские сбили или повредили бы эти ракеты, и они бы потом точно попали туда, куда должны. Это значит, гораздо вероятнее. И мы сейчас это покажем. Вот у нас сейчас будет первый удар. Вот там слева впереди, надеюсь, видно второй удар. Дальше сзади с левой стороны третий, четвертый и пятый удар. В общей сложности пять раз мы видим, как будто 300 гранат взрываются вокруг аэропорта. И все это сильно намекает на то, что тут были нанесены большие разрушения. Я еще раз повторю, что не только эта система С-400 была поражена, но у нас есть самые последние снимки, спутниковые снимки с конца сентября этого года. И вот мы видим, что в общей сложности восемь штурмовиков Су-25 и шесть ударных вертолетов Ми-24 были размещены здесь, на аэродроме в Курске. Это значит, что это не стратегические самолеты, не крупные бомбардировщики. Здесь нет таких самолетов, как Су-34 бомбардировщиков, несущих очень точные планирующие бомбы. Но именно самолеты используются в Курской, Сумской и Харьковской областях, чтобы поддерживать там свои войска на земле. И теперь у нас имеются дополнительные кадры с солдатом или рабочим, хотя это не совсем понятно, который прямо в аэропорту снимал все происходящее. Здесь из другой перспективы видим, что подтверждает увиденное ранее эти две полосы, которые только что взлетели в воздух. Это ракеты С-400, которые были запущены в аэропорту. И мы видим уже прямо сейчас, я немного перемотаю это назад, мы сразу замечаем, что вокруг этих двух полос, а именно вокруг самого орудия, теперь появились попадания. И они приближаются опасно близко. Это был первый прямо позади. А вот второй теперь немного ближе. Теперь мы видим, что здесь промах, так что почти удар по этой машине прямо возле солдата или рабочего, или кто он там. То есть мы можем ясно видеть, что та пропаганда, которая распространяется для россиян, это полная чепуха. А реальность такова. Снова можно увидеть здесь вот эти две полосы, которые поднимаются. Вокруг уже первые взрывы, из которых лишь некоторые были здесь сняты. И сразу после этого следующие снаряды взрываются совсем рядом с этим маленьким автобусом. И в этом случае водителю повезло, что здесь никто не пострадал. И что интересно, это уже вторая подтвержденная атака ракетами Атакамс из Соединенных Штатов Америки, запускаемыми с украинской территории по зенитному комплексу С-400 в Курске. С сегодняшнего утра у нас есть подтверждение с российской стороны, что возле Курска рядом с городом в одном селе примерно два дня назад, примерно, то есть 23 ноября, была успешно поражена еще одна установка комплекса С-400. И там сообщается, что в результате атаки системы Атакамс на этот объект погибли пятеро российских солдат. Имена уже известны, фотографии известны. То есть русские еще раз подтверждают, что украинцы уже две недели как получили разрешение использовать Хаймерс для атак по российским целям в России, что украинцы практически ежедневно каждые два-три дня используют это, чтобы атаковать важные военные цели. Мы также получили информацию с американской стороны, и Белый дом официально подтвердил, что они помогают в выборе цели. То есть говорят, там есть очень важная цель, и туда следует применить ракеты Атакамс, и Украина так и поступает. Снова совсем рядом со своей страной, то есть только в оборонительных целях, не где-то глубоко в России, хотя это, конечно, тоже было бы обороной, если бы нанесли удар по авиабазе Энгельс или чему-то подобному в Саратовской области. Однако те атаки, которые у нас были до этого, происходили именно здесь, возле Украины. Здесь мы видим эту небольшую часть, которая все еще удерживается Украиной, но эта большая территория простирается прямо рядом и, конечно же, является крайне важной. Это решающая для российской логистики часть региона, чтобы атаковать Харьковскую и Сумскую области. Это значит, что все это очень близкие цели, по крайней мере, относительно вокруг Украины, где можно использовать эти ракеты М39А1 с их максимальной дальностью. От 165 до 300 километров. Все это действительно рядом с Украиной. Что касается темы Курска, это относится к городу Курск. Теперь мы направляемся на восток Украины, чтобы детально рассмотреть текущую обстановку в Донецкой области и, в частности, в городе Курахово. И там, к сожалению, очень плохие новости для украинской армии. Они показывают, что российская армия сумела продвинуться в центр Курахово. Впервые видим кадры, которые, к сожалению, знакомы из других городов. Мы видим большие дома в центре. Мы видим, что там дым. И если сосредоточимся на этом входе в дом внизу, то сразу заметим русских солдат, которые осуществляют боевые действия в центре Курахово, в городе с когда-то 18 тысячами жителей, которые многие месяцы успешно защищались. Вот смотрите, это идут российские солдаты, против которых жители Курахово успешно защищались. Теперь русские очень гордятся тем, что смогли продвинуться в центр хотя бы с небольшими силами. Теперь есть два возможных варианта. Первый вариант мы только что увидели в Купянске. Украинцам удается победить русских здесь и полностью их вытеснить. Но это единичный случай, как, скажем, в Купянске. Гораздо вероятнее или, к сожалению, как минимум статистически более вероятно, что если посмотреть на последние месяцы, то русские могут подтянуть сюда силы. Они могут с каждым разом проникать в центр города с все большим количеством солдат. И что им, соответственно, удается закрепиться и со временем вытеснить украинцев. Сейчас мы видим кадры, снятые российским дроном. Вот что мы видим на этом видео. Мы видим главную улицу в центре города, которая здесь отображается. И это, естественно, действительно трагично для украинцев, которые пытались защищать эту территорию в течение долгих месяцев. Посмотрим на карту. Там это всего лишь совсем маленькая черточка. Надеюсь, его видно, ведь наш картографический провайдер Deep State Map тоже отметил его. Это означает, что и там, в Украине, замечают, что этот город был занят. И, возможно, здесь можно заметить вот эта маленькая оранжевая полоска, указывающая на то, что российские войска теперь находятся непосредственно в центре. Там им это удалось, как бы то ни было. Это, видимо, небольшая диверсионная группа, но она привела к серьезным боям. Мы видели это с транспортом и обилием дыма от артиллерии, которые смогли прорваться в сам центр. И мы хотим немного пойти на север от Курахова, посмотреть на ситуацию в Солнцевке, потому что там, по крайней мере, похоже, что украинцы продолжают оказывать сопротивление в пределах города. Выглядит так, будто город, точно как это изображено здесь, еще не полностью находится под контролем России, а как будто там до сих пор активно действуют и функционируют украинские наземные силы. Мы видим здесь относительно новые кадры танка Т-64 украинской армии, который продвигается в сторону Зивки, двигаясь с окраин в центр, и вот-вот прибудет в центр, где затем откроет огонь по... Этому знаменитому музею, этому культурному музею. Это было там в свое время построено и должно было показать богатую культуру Донецка. Это самое большое здание здесь в центре. Известно, что русские уже около трех недель находятся там, то есть они держат его под контролем. Мы видим, как танк открывает огонь, и все это, конечно, немного двусмысленно. С одной стороны, это опасно для российских солдат, если танк стреляет по ним с близкого расстояния. Судя по всему, российские солдаты не имеют никаких средств для защиты от танков. С другой стороны, мы также видим, что этот танк в очередной раз приходит без поддержки пехоты. Это значит, Украина и здесь испытывает нехватку мужчин, не имея возможности нанести удар на земле, но берут лишь тяжелую систему оружия, постоянно заезжают сюда, предположительно убивают здесь несколько русских солдат, а затем быстро уезжают, оставляя выживших в этом месте. И это, конечно, несет большую опасность, что все больше солдат будут подтягиваться, и танку будет все сложнее, потому что со временем, конечно, и оружейные системы, например, переносные противотанковые средства, гранатометы или даже механизированные подразделения русских для поддержки. Это стратегия, которую мы часто наблюдаем в последние месяцы, из-за того, что у Украины не хватает мужчин и солдат, либо потому, что они не хотят жертвовать своими солдатами в ближнем бою в городах. Что приводит к тому, что вместо этого отправляют тяжелые танки. Мы покажем последнее видео из Курахова. Мы хотим тщательно изучить одну из атак, проведенную украинскими военно-воздушными силами. Возможно, здесь это можно лучше разглядеть. Это тюрьма в районе Курахова. Мы видим это здесь благодаря двойным стенам, которые опоясывают это тюремное здание. Это одно из исправительных учреждений, которые русские смогли удачно захватить в последние недели. Вероятно, там уже не было заключенных. Вероятно, их уже. Вывезли. Тем не менее, мы видим здесь снова, что именно русские захватили эти сильные постройки, укрепленные строения. И что интересно, если русские оказались способны захватить их, не заставив украинцев уничтожить их, потому что они оставались внутри, тогда русские используют эти укрепленные строения. В этой ситуации это тюрьма, которая, конечно, считается чрезвычайно устойчивой, и они там основательно укрепляются. И тогда украинским военным приходится, как показано в видео, использовать J-DAM и Air, то есть высокоточечную бомбу из США, чтобы ликвидировать свою же инфраструктуру, поскольку отступили быстрее, чем русские успели разрушить, если можно так выразиться. Поэтому сейчас возникает ситуация необходимости или даже принуждения атаковать собственные укрепленные позиции, занятые русскими. Таким образом, на этом мы завершили рассказ о Курахово и его окрестностях. Теперь мы хотим немного продвинуться дальше в сторону Великой Новоселки. Великая Новоселка — это город, где русские за последние 7 дней начали внезапное наступление и заняли свыше 70 квадратных километров. И у нас здесь два видео, которые показывают, что ранее относительно большое расстояние от Великой Новоселки до фронта, а именно более 8 или 9 километров, сильно сократилось. Что приводит к двум последствиям. Во-первых, мы видим здесь, что Россия сейчас уже может с помощью FPV-дронов успешно атаковать украинских солдат, предположительно солдат. В данном случае мы видим гражданский автомобиль, атакованный внутри города. И это, конечно, огромная проблема для украинцев. Итак, мы видим здесь. Слева высокие дома в Великой Новоселке. Камера снимает место прямо внутри города. И на видео мы видим, как движется украинская машина. Русские подошли так близко, что с расстояния примерно от 5 до 10 километров могут применять свои FPV-дроны для охоты прямо в городе. Что, конечно, делает город действительно очень-очень опасной зоной для украинской армии. Мы можем наблюдать, что машины постоянно подвергаются атакам. Мы видим здесь массивные строения. Потому что русские сейчас близко к городу. Здесь мы ясно видим на правой стороне более крупное здание внутри города и автобус, который подвергается интенсивной атаке со стороны российской армии. Коммуникации подвергаются атакам. Известно, что эти антенны крайне важны для эффективного управления украинскими FPV-дронами. Это значит, что русские сейчас находятся совсем рядом с Великой Новоселкой и атакуют украинскую инфраструктуру здесь. Однако, поскольку русские сильно приблизились к городу, сейчас украинцы тоже могут применять свои дроны-камикадзе и другие дроны. И военнослужащие украинской армии сейчас впервые используют здесь дрон, который мы уже видели на тестах. Но пока еще не видели в бою. И это по-настоящему небольшой дрон, который трудно назвать камикадзе. Это скорее боевой дрон, представляющий собой квадрокоптер, к которому прикреплен автомат АК-74. И вот этот самый АК-74 летает здесь. Это оружие нацелено на русские войска, которые все ближе к городу. И мы ясно видим это у озера, расположенного справа. Всего в двух километрах от города этот дрон охотится за солдатами. Да, все это, конечно, еще на этапе тестирования. Мы сейчас немного видим, что ствол всегда уводит влево, потому что оно, так сказать, было наклонно установлено на дрон. Мы видим на этих кадрах, как дрон ведет себя при стрельбе. Ствол уводит в разные стороны. И, соответственно, оружие при выстреле уходит влево. Это значит, что его еще нужно стабилизировать. Тем не менее, видно, что дрону удалось не только отправиться на охоту, но и вернуться. И вот мы видим, похоже, русские отстреливались и, по крайней мере, одной пулей попали в этот АК-74, который, возможно, больше не пригоден к использованию. Кто знает, во всяком случае, это еще раз показывает нам, что дрон уцелел, и что именно этот дрон смог благополучно вернуться обратно с автоматом. И все это, конечно, еще несколько месяцев назад, казалось бы, научной фантастикой. Летающий автомат, который охотится на солдат, но это реальность, с которой нам теперь приходится постоянно сталкиваться в Украине. И что касается темы дронов, то есть еще одно довольно интересное видео, на которое мы хотим обратить внимание. Его недавно опубликовал известный украинец по фамилии Станенко, и мы планируем его посмотреть. Он показывает то, чем очень гордится. За полгода ему удалось собрать эти дроны, работу которых мы сейчас с вами увидим. Они перепрограммировали закупленные ранее квадрокоптеры так, чтобы они нацеливались не на наземные, а на воздушные цели, а именно на российские дроны-наблюдатели. И, как мы видим, им это хорошо удалось. Им удалось в течение шести месяцев сбить 400 дронов. И сейчас мы снова посмотрим, как это происходит. В первом случае действительно интересная сцена. Такое редко увидишь, когда можно наблюдать не только с точки зрения дрона, который атакует. Это значит, что видео в какой-то момент заканчивается, и мы верим в то, что русский дрон был либо сбит, либо столкнулся с чем-то. Но видно, что два дрона следуют за российским дроном, и один из них снимает, как другой атакует. И это очень интересно, потому что мы сейчас увидим, как это выглядит. Вот здесь справа можно на мгновение остановиться. Здесь явно видно маленький квадрокоптер, который является весьма характерным. Мы отчетливо видим здесь его четыре ротора, что позволяет ему эффективно и безопасно летать, делая многие маневры с легкостью и точностью. Мы отчетливо видим там внизу сам по себе заряд, взрывной заряд, а сверху видим батарею, которая очень надежно там закреплена. И вся эта сложная система в полном составе теперь будет атаковать этот дрон, принадлежащий российской армии. Сейчас мы видим полет дрона с его точки зрения, а теперь, и это особенно... Давайте немного сосредоточимся. Здесь мы видим квадрокоптер в момент удара. Мы наблюдаем сильный взрыв, и своими глазами видим, как оба дрона падают на землю. И эту сцену нам даже не нужно представлять, а скорее... Представьте себе 400 раз. Здесь мы видим все заходы на посадку, которые были совершены именно там за последние шесть месяцев. И украинский активист, который действительно очень-очень много единиц украинской армии, оснащает этими дронами, как раз создал компиляцию, сводку этого, чтобы продемонстрировать, что на самом деле было перехвачено сотни российских дронов Камикадзе. И все это приводит к тому, что во многих дронах и на некоторых территориях больше не видно российских дронов в небе совершенно, например, в районе. Раковки, севернее, в Волчанске бывают дни или даже недели, когда ни одного российского разведывательного дрона нет в небе. Следует сказать, русские меньше этим занимаются, но за оставшимися разведывательными дронами надо следить. Которые ведь... Мы видим, что они летают здесь на относительно большой высоте, это до 5 километров, и могут летать довольно далеко. У таких дронов дальность полета может быть до 200 километров. Они должны сосредоточиться и сконцентрироваться на тех областях, где хотят продвигаться вперед. Сейчас Волчанск не цель наступления, как и север Харьковской области. Украинцы оценивают это как значительный успех, утверждая, что смогли сбить с неба 400 дронов, тем самым укрепив свою оборону. Ведь России придется снять еще как минимум несколько сотен таких дронов-наблюдателей с других направлений, чтобы восполнить такие потери. Как я уже говорил, это еще раз подведение итогов последних месяцев. Видео, где, если смотреть каждый раз, это около двух секунд на каждое столкновение или сбивание, или на каждую таранную атаку. Здесь действительно видно, сколько сотен дронов русские потеряли из-за этой совершенно новой и инновационной техники. Ну и я лично не знаю ни одной другой страны в мире, которая смогла бы с помощью маленьких квадрокоптеров сбивать разведывательные дроны вражеских государств с неба. С темой дронов мы закончили, и в конце выпуска мы снова отправимся в Углидар. Углидар — украинский город, который около. Шести недель назад был захвачен российской армией. Предлагаем вашему вниманию новые кадры, которые в подробностях отображают текущую реальную обстановку в Углидар после ее недавнего захвата российскими силами. Мы знаем, что около 20 до 50 украинских гражданских ждали здесь русских, что они также были более или менее рады, когда прибыла российская армия. Пока россияне находились здесь почти три года, все пришло в полный упадок из-за разрушений. Город, где ранее проживало 10 тысяч человек, теперь может населен максимум 50 жителями из-за этих разрушений. Жестокие российские атаки города и украинская оборона. И все это еще раз показывает нам, что это значит. Когда Россия, так сказать, освобождает город в Украине, что, собственно, этот город после этого вообще больше не пригоден к жизни, и в зависимости от ситуации, если все быстро происходит, остаются примерно 10% людей. Но если это длится долгое время, то остается лишь 1%. И в данном случае все именно так. Мы видим в Углидаре еще один новый русский город, в кавычках, разумеется, на территории Украины. И мы видим, как там все безнадежно и полностью разрушено. КОНЕЦ КОНЕЦ